что посмотреть рядом с варшавой чтобы недалеко и интересно подумали мы в один из выходных чтобы проехать на велосипеде или электрички ну в общем на один день нашли город сахачев приехали мы сахачев сахачев поездим посмотрим вот куда не приедем везде идет ремонт у с одной страны хорошо сахачев расположен столичном районе в 53 километрах к западу от варшавы и в 75 километрах к северо-востоку от лодзи маленький паровозик который смог вот сейчас мы туда пройдем и посмотрим музей узкоколейной железной дороги железную дорогу в сахачевском округе построили почти сразу после первой мировой войны город регулярно полностью уничтожался пожарами и войнами когда война закончилась и польша получила независимость местный парламент счел целесообразно построить узкоколейную железную дорогу соединяющий сахачев с близлежащим компеносским лесом для перевозки древесины для восстановления города регулярное движение по ней закончилось 1984 году тогда власти решили полностью заменить движение автобусами но уже через пару лет узкоколейка снова заработала теперь уже для туристов время работы музея с 10 до 6 безвыходных и находится в 5 минутах от ж.д. вокзала в нескольких комнатах демонстрируются документы повествующие о возникновении и развитии польских железных дорог форма машинистов и проводников фотографии билеты и многое другое 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 что Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Рассматривая фотоэкспозиции, меня, например, очень удивило количество снега и сугроба в полтора метра в высоту. В выставочных залах есть два больших макета железной дороги. Чтобы запустить их, нужно бросить 4 злотых для большого и 2 злотых для маленького макета. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Когда ноги откажут, и буду сидеть дома, я тоже такую штуку сделаю. Добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вылез. Подавляющее большинство путей были разобраны, но один остается открытым для туристов. Два работающих дизельных тепловоза с 9 функционирующими пассажирскими вагонами работают с апреля по октябрь каждый год, перевозя пассажиров с билетами по узкоколейным рейсам из музея в национальный парк Компинос. Небольшой город Сахачи входит в Мазаитское воеводство. Сахачевский повят имеет статус городской гмины. Занимает площадь 26 квадратных километров. По состоянию на 2017 год численность населения составляла 36 тысяч человек. река Бзура делит город на две части. На правом высоком берегу расположен центр города с замковым холмом. Ширина реки составляет около 50 метров. Тут же есть оборудованный пляж и парк. Так как поселение располагалось на перекрестке дорог и развилке рек, оно быстро разрасталось, богатело, становилось многолюдным. Развивались ремесла и торговля. Потом начались катаклизмы. То шведский потоп, то череда пожаров, аграрные кризисы, войны. В послевоенные годы Сахачев начал быстро восстанавливаться. Были запущены предприятия, заводы. В городе было построено много жилых домов. Бурно развивалась торговля и социальные программы. В 90-х годах в Сахачеве проживало уже свыше 40 тысяч жителей. Благодаря этим изменениям он стал самостоятельным хозяйственным субъектом, административным и культурным центром. В 1999 году, после проведения административной реформы, Сахачев стал областным городом. Сахачев стал областным городом. Сахачев стал областным городом. Сахачев стал областным городом. Вот так. Сахачев стал областным городом. Сахачев стал областным городом. Субтитры делал DimaTorzok Это центральная площадь имени Костюшко В западной части площади находится костел Святого Вавжинца У которого в октябре 2003 года был установлен памятник двум великим полякам Яну Павлу II и кардиналу Стефану Вышинскому С другой стороны площади находится ратуша первой половины XIX века В которой сейчас находится музей Сахачевской земли и битвы на Бзуре Рядом с музеем находится самая старинная улица Сахачева-Фарна Музыка 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 Продолжение следует... Также здесь находится разваленный замком Мазовецких князей. Самый ценный архитектурный памятник Сахачева XIV века. Достаточно немного подняться по лестнице и вы уже на вершине с отличным видом. До семи с колясками здесь отдельный палубий подъем. К сожалению, от замка тут осталось совсем немного. Музыка Вот такой маленький прикольный городочек. Яблоки уже валяются во все. В этом городском парке с деревьями прячется Дом культуры. Все культурно-развлекательные мероприятия города на нем. Своими силами они проводят концерты, выставки, конкурсы, художественные чтения и прочее. Сахачев это исторический город, развивающийся в области туризма и культуры. Здесь можно отлично привести время, удаляя от шума больших городов в приятной обстановке. Еще в городе есть центр спорта и отдыха, бассейн с двумя горками, соляной грот, скит-парк. Зимой заливают каток, организуют много спортивных состязаний, в том числе мотокроссы и микропролеты мелкой авиации. К сожалению, мы этого всего не видели. Мы проезжали мимо афиш с этими мероприятиями. И можно предположить, что при наличии свободного времени мы сюда еще приедем. Какой охеренный уходной! Все, пипец! Люди перечеркнуты, велики перечеркнуты. Жизнь дала трещину. Ужих! О, риски были, что-то все. Риски, наверное. О, чонги! О, чонг! О, чонг! Эх, прикольно! Пролетел! Пошла брать колосок. Ну и че это? Рожь? Или пшеница? Иди покажи. Покажи нам колосок. Колосок. Попольше стоят такие штуки с делой, Марине. И вот, собственно, вышли за город. Домишки тут такие. Вон, футбольное мини-поле для жильцов. Все квадратами поострижено. Все это. Пошла теперь фотографировать цветы. Хотел уехать на электричке. С боями утащил с собой на велике. Улетел. Ушел в точку. Выехав из города, мы проезжаем по красивейшим местам с ухоженными полями и аккуратными домиками местных жителей. Так мы и ехали до темноты, вдыхая аромат луговых трав и соснового леса. А вот это что, кукуруза? Кукуруза. А там дети. Дети кукурузы. Это летняя кукуруза. Потому что на ней нет ни шапки, ни шубы на ней. Бассейн не плачет. Вон ко лося. Да. Такие прикольные. Даже быстро ехать не хочется, хотя хочется, но не хочется. Единственный геморрой, что тут плитка, правда ровно лежащая и не особо выпуклая. Какая красотища! Вот можно было по хорошей дороге втесать, втесать, а блин, смысл. Едешь, тащишься. Блин, ехали на электричке, везде вот все в таком состоянии. Все ухоженное, нигде ничего. О, деревенька какая-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Смотри, там машина сзади. Вот эта деревня, вот эта деревня, твою мать. Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Вообще кайф, да? Редактор субтитров А.Егорова Это чё старенько субтитров А.Егорова Играет музыка. Люди в Европе, елочками обсажены, каштанчиками, да, цветочки у них тут красивые, попутешествовать, опа, в Мадрид уехали, да, хорошо, да я говорю, живут люди, без печени, курочки какие, где, а, ну что ж, курочек не видели, что ли, червонка, деревня, короче, вещь, красная деревня, краснянка, деревня краснянка. Вот прям конкретно, судя по названию, деревня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слонечник. Растет, дорастет его, смузгует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, видишь, кто-то строит, такой хороший, такой добротный, на две машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кнопка, а ты на электричке хотел, смотри, красотища какая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или ты думал, что я сейчас вжарю? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А здесь уже убрали колосики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стопудов если по этому лесу, чтобы прошвырнуться из грибов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот рап lemon. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ну да ну так а еще же раб свое масло кое-то едобное делать ну а чёрно техническое хочу говоришь техническое и что такие пальмы растут как а мы привитые до осморили видно что обрезанные привитые калёны красные кокс не но может это там государственный какой-нибудь дом отдыха еще о корольки давай вот но сейчас вышли на скоростную трассу можно так сказать с деревенской дорожки свернули вот велосипедная обочинка тут идет и даже кое-кто не боится шурует а до варшавы 48 километров дорожка ровная офигенная в общем наша воскресная поездка, как видите, удалась в общем наша воскресная поездка, как видите, удалась смотрите наши видео, всем удачи, хорошего настроения и всем пока 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 и Продолжение следует... Продолжение следует...